12.03, 12 сичня, 2023 риг. Орешка витая, та запрошая. На очередную обзорную трансляцию репортаж Вишенский из Винности, from Ukraine. Приветствую, дорогие, присоединяйтесь, подключайтесь и получайте наслаждение и удовольствие. Итак, Байкал, так Люцифер называет наше Вишенское озеро, с этой стороны, да, действительно, похож. Объемный, большой, тихий, красивый и глубокий. Ай, красота! Безветренно, минус три и по ощущениям, и на градуснике. И я с удовольствием поделюсь этой трансляцией с вами. Итак, я нахожусь в пляж Бычка, да, тот самый, где коровы мычали, гудели и кидали лепешки. Вот поэтому и пляж Бычка. А коровы были местные, из частного сектора, который здесь находился справа от нас, ну, тогда 80-е, это было еще чистое поле или так редкие застройки, то сейчас мы уже видим, ой, жилые дачные дома вдоль озера до Качатника, до Качатника. Обовязково я еще пройдусь, покажу и коснемся железной дороги. Вот причина, по всей вероятности, не постройки дороги стали вот эти дома. Конечно, это золотое место, шикарное для домов у озера. И 80-е здесь они стали появляться. Так, я же нахожусь на льду, на льду, да, вы посмотрите вчерашний репортаж, да, там вода на плитах-то, хотя и рыбаки были. Ну что, лед здесь более-менее так, но все равно я с опаской продвигаюсь, двигаюсь, потому что еще не совсем он крепкий, не совсем он пухленький. Ну и такой налет снежный, да, действительно крупа такая по всему городу, по всей Виннице, на дорогах. И дуже слысько, гололадится, ожеледится, так, ожеледится справжня. И ходить очень опасно. Ну и на коньках не разгонишься, не разгонишься. Видите, как он проваливается и такой плотный, неплотный. Ну было тепло, так, потом пошел дождик, снег и мороз, и прихватил. Так что вот такая погода, такая природа сегодня. Ну конечно приятно, что безветренно. Ну это наш порт с Александром, настоящим полковником Сашей, где мы начинали свои морские озерные путешествия на катере под парусом. Также посмотрите эти видео. Это уже традиция у нас летом, в мае, три года назад, два года, в этом году. Это шикарные наши путешествия озерные. Ну и мне также приятно, я вот с удовольствием сегодня, так, пораньше чуть вырвался, папа проснулся, покушали. И я на пробежку, на прогулочку. Так, утеплился, если конца, потому что ну вчера ветер прямо буквально задул и очень промерз. И особенно руки замерзли. Ну и сейчас я обновил также шарфик от Игорька, благодарю Доротева. И нахожусь вот в таком прекрасном месте. Да, действительно здесь по-другому. Даже кто-то может подумать, что это другое озеро. Нет, это то самое Вишенское озеро, наше любимое и родное. Так, я уже даже там наблюдаю, на коньках вот есть фигурист или хоккеист. Ну, пока клюшки не бачу. Кто-то там проверяет, да. Я думаю, что можно найти места, где прокатиться, да. Видно, что проваливается конек, проламывается, потому что хрупкий лед, такая поземка, крупа, сквала прямо дороги, тротуары и улицы нашего города. Я, это не везде так по Украине, так я знаю, что не везде снег падал, сыпал. Поэтому это частично вот где, как захватывались морозы. Ну что, видим, что фигурист наш движется, значит уже неплохо. Ну там еще, на мой взгляд, небеспечно, потому что легкое течение там и продвижение воды есть вот дальше, туда уже к желтому, под этим основным мостом трассы и к желтому мосту. Так, ну что, вот такое озеро, конечно, для хоккея. Сейчас мы еще посмотрим, какая обстановка здесь. Так иду я, конечно, но с опаской, потому что, ну, мороз небольшой был, там, минус пять, но он был непродолжительное время. Поэтому, вот такие прогалины, поэтому, вот видите, его невозможно счистить, его никаким скребком не почистишь. Он прямо буквально приклеился, засох. Ну а для рыбалки, я думаю, что это уже хорошо и комфортно. Ну, рыбаки одеваются, видели как, да? Вчера, по крайней мере, посмотрите, шикарный экстрим озеро, рыбалка, прогулка, все экстрим. Как одеваются рыбаки? Это чемодан у них, или он и стульчик, он заменяет много всего. И снаряжение, валенки, тулук, бушлат, шапка-ушанка, это, если проваливается, это все намокает, конечно, тянет, не будем о плохом, но на всякий случай надо об этом так же сказать. Так что это наш порт, парусная регата, вспоминаю Александр, и рыбалка наша на катере. Мы туда, в ту сторону качатнику продвигались, шикарно можно вспомнить и посмотреть, вот благодаря ютубу, конечно, это класс. Что все вспоминается, память освобождается, я имею в виду телефона, так и флешек, и камер, и компьютера, и мы спокойно можем посмотреть. Главное, чтобы работала страничка ютуба Орешка, да, потому что при нарушении правил все блокируется, и можно остаться без этого видео, поэтому... Ну, я стараюсь не нарушать, хотя у меня были легкие, но я не думал еще так, надо правила, конечно, знать. Это в курортном, дикий пляж, там я покрутил камеры, так, ну, кто-то попал там в кадр вдалеке, даже не видно ничего, ни попки, ни сиськи, как говорится. Ну, а ютуб увидел, или, возможно, какая-то жалоба от кого-то поступила, это все рассматривается у них, это строго все. Поэтому и был блок, раз предупреждение, два предупреждения, ну, в общем, главное, живы, да, и канал работает, так что я стараюсь, да, уже в эти дебри не залазить. Так, ну, пляж такой вообще маленький, да, хотя здесь вот коврики в карты играли, ну, вот, Люцифер вспомнит, венечане, вишенчане, кто здесь. Ну, вот плавали прямо здесь, в плача, бультыхались. Ну, такой зимний, да, необычно, да, такой заснеженный пляж, и трава продирается. В сичине уже, середина почти, 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 не будем спешить, еще до середины у нас три дня остается. Ну, так, я с удовольствием хожу по таким местам детства, юности, многие помнят, знают, ну, примерно тут все так же, вот, ничего. Корчи, кущи, оно еще зарастает летом, с удовольствием здесь прогуливаюсь, ну, и поделюсь с вами, да. И станция железнодорожная детской дороги, которая планировалась в 80-е строиться в Виннице, грандиозное строение, не продолжилась, хотя началась, началась, не продолжилась. И, конечно, дома важнее, сейчас бы дорога, не знаю, как бы, что, приносила бы прибыль, бы радовала детей или взрослых, а дома люди живут, ну, с одной стороны, ладно, там, ну, раз так получается, значит, уже так и должно быть. Так, ну, этого Арыка не было, он появился, когда здесь дорогу устроили, а станция, вот бы что-то найти, какой-то след, вот где-то, где-то в этой области, где-то в этом районе уже и рельсы были, и первые кирпичи здесь строились, уже лежали. Так, где-то вот, где-то сейчас мы найдем какой-то булыжничек, ну, один вижу булыжничек. Так, ну, вот где-то, где-то здесь, ну, когда дорогу устроили, тут видно, что-то где-то чуть-чуть подсыпали, перекопали, поэтому оно где-то закапывается, так что, наверное, вот в этом месте. Ну, эти шикарные места, конечно, Комарова, Пирогова здесь для жизни, для отдыха, транспорт ходят, да, здесь, ну, без трамвая, без троллейбуса, поэтому тут еще, как бы, районы будущего, так, микрорайоны, я думаю, что оно будет развиваться здесь, потому что здесь, ну, шикарные места, это несомненно, правда, дороги есть, есть, ну, транспорт пока, тут автобусы, маршрутки полетают каждую минуту. Так что, ну, и здесь так все не трогается, озеро само по себе существует. Я думаю, что какие-то все-таки рейды, возможно, и проходят по уборке, но сомнения есть, конечно, есть у меня сомнения. Так, ну, и вот транспорт, остановки, пожалуйста, ну, и легендарное место, музей, усадьба Пирогова, вот, перед нами. Николай Иванович Пирогович, это хирург, врач, который 20 лет последний прожил здесь, родился в Москве, и работал, принимал здесь, больница была здесь, все, так что, ну, хорошо, вот я так хотел, но, возможно, еще пройдемся, ну, тут уже все видно и понятно на сегодня, да, я думаю, что достаточно. Конечно, коньки вот были разок, 23-го, да, декабря, сейчас уже, когда, в следующий раз, тоже непонятно и неизвестно, потому что погода такая интересная вещь, непредсказуемая также в том числе. Ну, что, лайки, оценки, будь ласка, и Орешка с вами, не забывайте, смотрите, заходите, общайтесь также, чат открыт, так что Орешка для вас, дорогие. До встречи, до побачення, всем Вишенский озерный салют.